Что должно случиться, чтобы Путин согласился пойти на переговоры, и зная, что будут только условия Украины? На переговоры на условиях Украины. Это ещё одна территория, где оккупированы. Нет, он не пойдёт на переговоры никогда, до тех пор, пока у него будет хоть какая-то часть надежды. Хоть какая-то призрачная, хоть мизерная, хоть на что-то. Хоть ему придёт какой-нибудь подполковник и доложит, что тебе все врут, Владимир Владимирович, а я вот просчитал, вот у меня там математическая модель, и она должна сработать. Он ухватится, как утопающая соломинку. Не будут слушать ни свой генеральный штаб, ни спецслужбы, ничего. Вот ему сейчас-то помани его, как вот такой вот конфеткой, что там всё-таки по-другому может быть. Он тут же не ухватится. Он надеется до последнего, вот как есть игра, там, моргания, или там, кто первое слово скажет. Вот Путин пытается сыграть с Западом в эту игру, а у него не получается. Запад не моргает. А Запад делает своё дело и помогает Украине бить врага. Вот поэтому совершенно понятно, что он не пойдёт на условия, потому что для него это будет означать, может быть, даже физическую смерть. То есть с ним расправится собственный элит, который он всего лишил. Он лишил её капиталов, он лишил её виз, он лишил её заграничной недвижимости, яхт, возможности нормально ездить по миру, учить, влечить детей, внуков, ну и так далее, и тому подобное. То есть она сейчас сидит в состоянии ошалевшим совершенно этой элиты. Причём вот та элита, которая его ещё раньше поддерживала, которую же он и создавал, и она же, эта элита, является бенефициаром режима. Это вот на сегодняшний день очень сильно пострадавшие люди. Поэтому как только будет понятно, что он уже всё проиграл, скорее всего ему там откусит голову в пылу, так сказать, межклановых баталий. И он это тоже очень хорошо понимает, риск. Поэтому он будет до последнего тянуть. Я не знаю, что должно произойти, но есть только сзади будут автоматчики, которые поведут его за столом мирных переговоров на условиях Украины. Продолжение следует...